Наталья, здравствуйте. Слава Украине, добрый вечер. Героям слава, добрый вечер. Про мотивацию людей, только что Ирина Верещук говорила, вот про мотивацию, тут слово сложно применить дальше в таком же сочетании. Военных, вот их называют наши коллеги в Соединенных Штатах преступников, но это суд решит, мотивация военная, есть логика в этом? Ведь они выбрасывают огромные миллионы в воздух, абсолютно бесцельно, иногда все-таки пробивая защиту ПВО и уничтожая гражданское население Украины. С чем связан такой террор именно сейчас участившийся? Логику проследить сложно, действительно, но мы говорим о том, что они пытаются действовать максимально логично для себя. Их логика состоит в том, чтобы максимально терроризировать мирное население. Мирное население Украины, причем не только в прифронтовых территориях, а и максимально глубоко в тыловых регионах. Именно поэтому продолжается вот тот самый ракетный террор. Это все свидетельствует о общем напряжении в государстве и продвижении тех самых нарративов. Власть не та, ее нужно свергнуть. Население должно восстать против власти. Именно на это направлен ракетный террор россиян. Но он же не работает. Они не вчера это начали, уже более полутора лет. А в какой смысл? То есть они думают, есть где-то вот эта точка, кипение. Но ведь реакция абсолютно другая. На юге Украины люди уж точно практически каждый день переживают это все. И никаких мы не видим ни возмущений, ни уж точно желаний что-то свергать. Тогда на что рассчитывают? Вспоминается та притча о мышах, которые плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. Вот здесь примерно та же самая логика. Они понимают, что это не работает, но надеются на то, что возьмут не качеством, а количеством. Вот то напряжение, которое они будут постоянно создавать, оно должно в какой-то момент прорвать. Как они рассчитывали, создавая блок-аут в стране, на то, что люди отдадут предпочтение электроэнергии перед свободой. И точно такая же ситуация сейчас. Хоть бы перестали стрелять. Они думают, что это сработает. Если говорить в разъезде вашего региона, за который вы отвечаете информационно, Херсонская область и Херсон освобожденные в данной ситуации, а ведь уже были и уже видели, что происходило и во время оккупации, и в преддверии оккупации, когда люди с голыми руками на танки выходили, и после оккупации, когда мой коллега Сакен сказал, что ничего не меняется. Это уже называется из местии. Вот не получилось так, в общем-то, будем продолжать терроризировать? Или все-таки у них, как вот у этих мышей, как вы сказали, есть еще, может быть, какая-то фантастическая фикс-идея еще раз зайти в Херсон? Ну вот как-то вот так может эта логика какая-то проявляться, да? Действительно, от этой идеи в максимуме они не отказались, потому что те радиопосылы, которые они время от времени транслируют, используя радиопередатчики с левого берега направо, и пытаясь прорвать радиоволны, которые восстанавливаются на деоккупированных территориях, уже восстанавливается украинское вещание, они пытаются своими мощными радиопередатчиками, забивая этот эфир, продолжать говорить о том, что мы вернемся, можем повторить то, что они любят в своей риторике навязывать. Они говорят о том, что возврат русского мира на деоккупированную Херсонщину возможен. Это навязывание идеи. Они продолжают надеяться, что то, что они делают со своим населением, сработает и с нашим. Это то еще можно сказать, как «не доставайся же никому», тогда называется. Да, если нет, тогда будем уничтожать ракетами. Ну а что касается оккупированных территорий именно юга, временно оккупированных до сих пор, и хотелось бы узнать, есть ли контакт с противостоянием внутри, есть ли какая-то информация о том, насколько там оптимистично себя люди все-таки пытаются как-то держать в ожидании освобождения. Можете что-то сказать по этому поводу? Конечно, людям сложно. Конечно, они претерпевают неимоверный террор и полицейское давление, которое оказывают на них оккупационные войска, пытаясь насильным способом паспортизировать, пытаясь шантажировать, именно на таких очень болючих моментах, очень чувствительных, ограничивая доступе к медицинскому обслуживанию, ограничивая доступе к благам цивилизации, электроэнергии, водоснабжения. Все это обрезается тем, кто не согласен принимать паспорт Российской Федерации. Продолжается террор с выселением людей, с переездами насильницкими, там, где мирное население с одного населенного пункта перевозят в другой, плотно расселяют под видом паузы в эвакуации на то время, пока там дислоцируется военное подразделение врага. Таким образом пытаются максимально совместить вот эту социализацию мирного населения на временно оккупированной территории и оккупантов, чтобы создалось такое общее переживание одних проблем, когда работа, боевая работа, контрбатарейная работа силы обороны Украины по левому берегу отражается и на обычном быте обычных граждан, потому что они находятся в тех же самых точках, в тех же самых местах, где располагаются военные подразделения. Поэтому наша работа с движением сопротивления, которое там достаточно мощно развернулось, она очень продуктивна именно вот в таких секторальных моментах, когда мы точно знаем, куда можно и где мирные не пострадают. Наталья, для вот всего этого колосса путинской пропаганды, путинской идеи, его войны, очень важны эти временно оккупированные территории как раз юга Украины. Они для них, это квинтэссенция того, что они сейчас делают, да, и они часто о них говорят, ссылаются. В этой связи вот этот единый день голосования, который они планируют в сентябре 23-го, и в марте, напомню я зрителям, в марте 24-го следующего года в России пройдут выборы, как мы все понимаем, что это за выборы президента России, очевидно, они на временно оккупированных территориях будут активность свою проявлять. Есть ли она уже, эта активность? Что делать гражданам, которые сталкиваются с этим? Мы понимаем, что это, скорее всего, не какая-то безобидная агитация, все, что они там творят. Ну и какие коллаборанты будут участвовать вот в этом особенно сентябрьском мероприятии, которое они, очевидно, захотят провести на временно оккупированных территориях? Ну, тут снова получается такая ситуация, которая напоминает некоторое дежавю. Мы помним уже тот референдум, который назревал на временно оккупированной Херсонщине в больших масштабах, когда еще правый берег был под оккупацией, да. Помним, сколько месяцев подряд переносились эти даты, сколько готовились комиссии, сколько все у них не получалось. Поэтому тут местные жители Херсонской области на левом бережье черпают свое вдохновение, что такая практика есть, и, скорее всего, оккупанты снова промахнутся. То, что нужно делать в этой ситуации, они тоже знают, понимают, что даже если доводится насильно паспортизироваться, то есть схема работы, которая позитивно отразится на дальнейшем развитии событий в пользу Украины. То есть здесь работа с движением сопротивления и с оповещением местного населения на временно оккупированных территориях налажена. Люди получают необходимую информацию, понимают, как себя надо вести, и помнят также о том, что главной ценностью остается человеческая жизнь. То, что оккупанты пытаются воздействовать не только огневым способом, а и вот таким политико-психологическим, это одна из форм воздействия в условиях гибридной войны. Поэтому мы работаем с мирным населением, разъясняя эти нюансы. Знаете, еще очень важно, когда наступит тот момент, когда они, как вот в этих мемах сейчас в соцсетях, начнут бежать оттуда, где так было хорошо, уютно и по-домашнему. Хотелось бы, чтобы эти имена, фамилии и лица были зафиксированы до того, как они пересекут. Конечно, хотелось бы, чтобы они не успели пересечь, чтобы их могли перехватить. Не знаю, я думаю, что готовится наверняка какая-то стратегия, как это сделать, чтобы потом это не осталось просто мемами. Есть ли у вас информация по поводу того, как зафиксировать, и чтобы они предстали все-таки перед судом, те люди, которые сейчас будут творить то, что вот Сакен упоминал в частности? Да, конечно, люди действительно знают о том, как нужно фиксировать сотрудничество вот тех самых людей, которые переметнулись на сторону оккупационной власти, как нужно фиксировать деятельность коллаборантов. это все также проводилось и фиксировалось, и вводилось уже в быт людей на правом берегу, и также мы работаем сейчас и на левом берегу. И люди действительно передают очень много информации о тех, кто пристал на сторону врага, и с кем потом спецслужбы будут работать. Поэтому информация есть, и даже если они убегут за поребрик, это не позволит им дальше чувствовать себя гражданином мира и перемещаться по другим странам в свободном режиме. Однозначно к ним будут применены соответствующие санкции. Жизнь длинная, что называется. Наталья, и в конце вы часто, мы вас спрашиваем, и вы нам отвечаете про бегство коллаборантов и представителей оккупационной власти. На днях мы все читаем телеграммы. Один из самых известных украинских телеграммов вас обвинил в том, что вы часто говорите о бегстве оттуда этих людей. Я бы хотел защитить ваше доброе имя. Вы же не говорите о том, что они все оттуда бегут. Поясните буквально парой слов, почему вы это сообщаете людям, чтобы подобные, на мой взгляд, просто глупые обвинения и манипуляции не появлялись? Ну, во-первых, нужно действительно очень тщательно понимать, что такое информационная гигиена и откуда появляются такие скиды и обвинения. Это снова способы защиты тех, кому не нравится эта информация. На самом деле нужно, положа руку на сердце, признавать, что, к сожалению, коллаборантов было немало. Сформировалась достаточно плотная команда содействия оккупантам. И убегать им придется долго, потому что они имеют родственников, они имеют соответствующие социальные связи, они втягивают в это сотрудничество других людей, которые, возможно, не были лояльно настроены к оккупационному режиму, но в таких длительных условиях сложного существования могли поддаться под вот эту агитацию. Поэтому действительно бегут, бегут долго и бежать им далеко. Если посмотреть на карту, два локтя по карте это только в атласе, а на самом деле перемещаться им очень сложно, потому что и свои не дают убегать, потому что соответствующие блокпосты, дополнительные заградотряды, которые туда навозятся оккупационными войсками, направлены на то, чтобы остались там на месте те, кто будут опорой этого режима.